КПВВ Марьенко расширили. Вместо привычных километровых очередей сегодня у пункта пропуска всего несколько машин. И пешеходы не стоят часами в ожидании паспортного контроля. Что изменилось на КПП, расскажет Алексей Куделя. Очередей на контрольном пункте въезда-выезда Марьенко почти нет. Обычно, чтобы пересечь линию разграничения, водители тратили почти целый день. Сегодня всего несколько минут. Было намного хуже. А как думаете, почему сейчас быстрее? Потому что вы приехали. На самом деле очереди исчезли, потому что здесь оборудовали 20 дополнительных рабочих мест для паспортного контроля. Смотрю, прибавилось больше окошек прохождения. И как-то больше порядка стало. Так что, сейчас хорошо. Новыми условиями службы довольны и сами пограничники. Вместо посеченных осколками вагончиков здесь установили современные модули с удобной мебелью и мощными компьютерами. Посмотрите, вот, конденсирует, тепло, хлопцы. Европейская качество, он еще чувствует запах на воздухе. Смотрите, посмотрите, какая мебельная качество. Хлопцы всю жизнь мечтали. На линии разграничения расширили три пункта пропуска, кроме Маринки, Новотроицкая и Майорская. На обустройство потратили около 3,5 миллионов гривен. Деньгами помогли в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Самый трудный вопрос, вот, найти средства. Ну, а потом это быстро можно делать. Но средства найти, вот, чуть-чуть было время надо было. И кроме этого, вот, это сделали быстро. Согласно распоряжению штаба АТО, до конца апреля пограничники продлят график работы КПВВ. Пункты пропуска будут работать с 7 до 19.30. На пасхальные праздники планируют также привлечь дополнительные резервы. У нас подготовлен особый склад, есть резерв для призначения в КПВВ. Поэтому для нас пасхальные праздники – это обычный режим работы. Будем намагаться, чтобы граждане наши приобретали как быстрее. Кроме помещений для пограничников, рядом с КПВВ появились новые пункты обогрева. Вместо старых армейских брезентовых палаток – современные и комфортные надувные модули. До осени местная власть обещает построить над КПВВ навесы. Мы хотим эти подъезды, отъезды до этого и находение на самому КПВВ покращать. Потому что мы разработали реальный план, чтобы полностью все КПВВ накрыты. Чтобы комфортно было для работы как правоохоронцам, так и комфортно для громадян для пересувания. Однако, где взять на это деньги и не превратятся ли временные пункты пропуска в пограничные посты, чиновники не уточнили. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, Телеканал Донбасс.